Друзья, всем привет! Ну что, совсем скоро у нас выходит N8N второй версии, и в этой версии будет довольно много различных изменений, которые мы с вами сегодня посмотрим. Команда N8N заявляет, что будет довольно много эстетических изменений, технологических изменений и изменений в сфере безопасности. Поэтому давайте пройдемся по каждой сфере изменений, посмотрим, что нового. Базовый вопрос, как мы будем смотреть на эту версию. Официального релиза еще не состоялось второй версии, поэтому я горячо не рекомендую устанавливать эту версию как свою продуктовую версию, которая будет исполнять ваши реальные рабочие workflows. Но вот для теста вполне себе уже можно установить. Это версия 2.0.rc, релиз кандидат, точка 4. Соответственно, каким образом это можно сделать, каким образом ее можно поставить себе. В зависимости от того, как вы поставили себе N8N, на нашем канале мы чаще всего ставим его в докере через образ. Соответственно, вам нужно прописать необходимую версию образа для того, чтобы развернуть ваш новый контейнер. Версия звучит ровно точно так же, как и в документации N8N 2.0.0.rc4. После этого в вашем терминале вы прописываете docker.compose.app и ставите себе ваш контейнер. Кстати, если вы никогда не ставили себе N8N в докере, то посмотрите вот это видео. Мы там это делаем прямо пошагово. Но после того, как вы себе развернете контейнер, вы увидите его в списке контейнеров, увидите, из какого образа он поставлен. И, в принципе, мы его уже можем открыть. Итак, я попал в свой новый N8N. Как видим, что эстетически довольно мало каких-то заметных изменений. Давайте попробуем провалиться в какой-нибудь workflow. Здесь видим, что чуть-чуть изменений уже появилось. Видим, что они изменили подложку нашего workflow. Видим, что чуть-чуть изменена эстетика самих нот, сами коннекторы. Наверное, кто-то может посчитать, что для глаза это приятнее. Вот для сравнения, как выглядит предыдущая версия, версия 1 N8N. Я же, конечно, как человек, который в прошлом занимался продуктовым дизайном, точно не смогу обосновать, почему здесь контейнер над ромбом, а здесь под ромбом. Но, наверное, мы с вами это можем пережить, потому что N8N мы никогда не любили за эстетику, а за функциональность. Говоря про эстетику, несколько изменился дизайн того, как выполняются ноды. Мы видим с вами чуть-чуть другую анимацию выполнения. Давайте, наконец, уже перейдем к чему-то более-менее серьезному. Первым делом обратим внимание на то, каким образом происходит публикование версии. Давайте опубликуем версию. Видим, что теперь по-новому это все делается. Публикуется не весь workflow, а конкретно версия этого workflow. Давайте попробуем опубликовать. Видим, что это происходит все довольно быстро, но теперь у нас нет привычной кнопки снять публикацию. Это все делается через меню, но в этом есть свой толк. Если мы перейдем на историю workflow, мы увидим, какая конкретно версия опубликована, что дает нам очень хорошую гибкость в будущем для контроля версий. Например, теперь мы можем опубликовать конкретную версию и продолжить редактирование в новой версии. На самом деле это довольно круто, потому что до этого было довольно проблематично вводить изменения в живую, рабочую, активную версию, потому что эти изменения при сохранении сразу прокидывались в опубликованный workflow. Теперь мы сможем избежать такой истории и опубликовать версию только после того, как она готова. Следующее мощное изменение кроется в поведении родительских и дочерних workflow. Давайте посмотрим буквально на пальцах, что происходило раньше и что будет сейчас. Раньше была неприятная история, когда вы вызывали дочерний workflow из родительского и проставляли опцию ждать, пока дочерний workflow завершит свое выполнение. Был конкретный кейс, когда родительский workflow не дожидался выполнения дочернего workflow и продолжал свое выполнение. Давайте перейдем на дочерний workflow. Это происходило в том случае, когда в дочернем workflow был некоторый перерыв в исполнении свыше 1 минуты 60 секунд. Родительский workflow принимал команду, что дочерний workflow закончил свое выполнение и в родительском продолжали все процессы. Теперь же это будет решено, и родительский workflow всегда будет ждать дочерний. Кстати, друзья, если вы осваиваете мир автоматизации N8N искусственного интеллекта, то приглашаю вас в свою прогруппу. Это группа, в которой вы сначала можете пройти уникальный мастер-класс по N8N, где буквально за несколько уроков вы поймете всю базу, основные принципы и способы функционирования N8N, а потом же с помощью бездонного количества углубленных про-материалов сможете углубить свою экспертизу, поэтому обязательно заскакивайте в про-группу, ссылка будет в описании. Также из важных для нас изменений, N8N прекращает с версии 2.0 поддержку MySQL, поэтому если вы используете их в качестве сторожа бэкэнда, вам нужно будет сделать миграцию обязательно перед обновлением на версию 2.0. И еще одна большая важная вещь, очень часто экзекьюшены, выполнение вашего N8N, если вы работали в рамках вашей автоматизации с бинарными файлами, эти бинарники часто сохранялись в оперативной памяти и довольно сильно влияли на перформанс ваших автоматизаций, поэтому начиная со второй версии у нас будет выбор, куда сохранять наши бинарники во время выполнения workflows, соответственно у нас будет выбор файловая система, база данных, ну или в хранилище S3. Остальные изменения носят более технический характер, поэтому обязательно почитайте страницу Breaking Changes для того, чтобы удостовериться, что ваши автоматизации будут работать исправно после обновления. В основном мы должны понимать, что еще довольно много вещей будут претерпевать изменения, так что это такой небольшой сникпик, подсмотр в то, что нас ждет во второй версии, поэтому если это будет иметь смысл, мы сделаем еще одно большое видео после того, как состоится официальный релиз второй версии. А на этом все, хорошего дня и пока!